Добрый вечер! Удельники Великой Чыны Войны, которые проживаются на Гомельшине, отримали Державные узнагороды Украины. Гэтая падея отбылася подчас приезду делегации Чарниговского района на Брагинщину. Абтым, што вядь новая два народы. У материале Олега Сентюрова. Представников Чарниговщины беларусы сустракают каля границы. Згодна с традицией, хлебом солью, який прямая самый гоноровый член делегации, удельник Великой Чыны Анатоль Шкурко, свой боевой шлях ветеран починал у 43-м и дайшов до Берлина. Кажа, што шмат дядь червонармейцев сустракали с хлебом, але пачас баю за Камарын, перши вызвали на беларуский населенный пункт. Абгэтам нават не марали. Огонь ворога был таким моцным, што голову нильга было узнять. Тым, хто захопец плацдарм, командование пообицало звание Героя Советского Союза, але зарабить гэта было зусимня просто. Так што теперешний хлеб, соль, гэта не тольки знак гостиности, але и падяка. Троссирующие пули летали над нами. Конечно, давайте так, это ж война. Значит, были и жертвы, были и раненые. Но в Днепре и раненый, он же становился потенциальным мертвым. И эти пули, расстрелы, особенно, когда раненый, и кричит «мама» и так далее, истекает кровью, то теряешь сознание. Далегация Чарниговского района разом с простонниками Гоменской области ускладывая кветки до помников военным-возвалителям. Под этими плитами урадженцы бадай у сих краин Белого Советского Союза, у тем леку Украины. До речи, до 70-ти годы возваления Чарниговского района тут выдали специальный сборник об у сих войсковых помниках, яке размещены на этой территории. Как кажуть, простонники у сих поколений не только бачили прозвище с инициалами, а докладно ведали, кто и за что смыгался. На Чарниговшине так само лечить необходным займаться выховавчей работой на прикладах истории Великой Отчинной. Такие книги позволяют нам сделать, открыть историю. Потому у нас в сельских советах, в школах, в сельских клубах, по наших архивных установах, музеях и других мы так вот раздаем эти книги, раздаем. Со встречи ветерану Великой Отчинной Белоруссии и Украины завершается концертом. Со сцены вучать песни на двух мовах и как кульминация вручения белорусским ветеранам, которые воевали на территории соседней краины украинских узнагородов. Медаль «70 год возволения Украины от фашистских захопников» так уже вздарвался, что воевали разум с упроць одного ворога, а узнагороды теперь розные. Правда, украинцы об своих возволителях памятуют. По часу встречи ветерану в Камрыне такие медали отримали 4 жахары Брагинского района. У саковиков этого года Чарниговский район официально наведает делегация Брагинщины. Головная мета – подписание погоднения супрацовництвы. Як чекается у рамках этого визита украинские ветераны, які змагались на территории нашей республики, отримают медали «70 год возволения Беларуси». У нас была одна война и огульная перемога на Гомельщине и Чарниговщине. Об этом добро памятуют. Олег Сенчаров, Йоген Макеенко, телерадиокомпания «Гомель», Брагинский район. Сегодня у Гомеля подвели вынники работы системы адукации в области за 2015 год. А кроме этого были обмеркованы задачи, які все лета стоять перед Голиной. Перед завсёг, это повышение якости адукации, укоронение новых методок у адукацийный процесс и рационального корыстания бюджетных сродков. Дмитрий Котов с подробязностями. Перед подшатком коллегии управления адукации увага присутных прикованная до выставы техничной творчасти. Тут экспонуются коля 300 работ, наученцев и выкладчиков профессийных и средних специальных установ адукации. Представлены нанотехнологии, робототехника, электроника и шмат інших накерунков, якими тікавится сушастная молоть. Придумал я его в начале лета. Создавался он для помощи нашим преподавателям. Так как цветы стоят довольно высоко и каждый раз лазить неудобно. Мы создали такую систему, которая позволяет удаленно через интернет, либо блютуз, с планшета, с компьютера, неважно, управлять поливом данных растений. Не меньше тікавый проект реализовали у Гомельским политехничным лицеи. Особливый интерес и он выкликая у аутоаматоров. Прилады, яку зарабил Дмитрий Савченко, призначены для зарадки аккумулятора. Устройство, которое при набрасывании клемм на аккумулятор, бывает даже неисправное с одной короткозамкнутой банкой. После запуска выжимается клавиша, фиксируется. Идет зарядный ток 14,3 А вольта с силой тока 100 А. Этого достаточно для того, чтобы сразу запустить бензиновый автомобиль, либо по истечении 5-7 минут запускается дизельный автомобиль. На коллегии адукации отзначено, что минулый год был для Галины поспеховым. Школьники региона отримали перемоги на международном узровне, а по выниках заключенного этапа республиканской олимпиады 89 завоеванных дипломов забеспечили Гомельщине, первое место – сирот областей. Задача на 2016 год – захование лидирующих позиций по забеспечению якостной адукации и снижение колькости правопорушения у сирот неполнолетних. Особная говорка про рациональное выкористание бюджетных сродков. До приклада, если ранее подчас ремонтных работ в школах только одна треть суммы была накирована на набытье будовнейших материалов, а остатняя – на зарплату специалистам, то зараз по махшимости все работы выконываются господаршим способом. Мы очень благодарны родителям за то, что оказывают посильную помощь в ремонтах классов, школы, приобретении оборудования. Это все улучшает образовательный процесс. Ну и основная задача, которая сегодня будет звучать в целом для отрасли образования на 2016 год – экономное использование абсолютно всех и человеческих трудовых ресурсов, разумная оптимизация учреждений образования. Вместе, если мы поставили цель укрепления оппозиции, мы ее добьемся, если будем работать все вместе и в нужном одном направлении. До речи, по выниках работы за минулый год Управление адукации отримало грамоту Министерства адукации у номинации за высокую якость работы системы додатковой адукации детей и молоди. Лепшими у своих категориях были признаны Гомельский державный педагогичный колледж имя Выгоцкого и Ясли сад номер один города Ельска. Яшэть в яузного роды за высокие показчики отримали отделы адукации, спорта и туризму чыгуношного и советского районов Гомеля. Дмитрий Котов, Игорь Марышченко, телерадиокомпания «Гомель». Звороты грамадян – один из немаловажных показчиков якости работы, выполняющих органов УЛАДы. Кольки их поступило у Гарвыконкаму в минулом году, что хвалюет гомельчан и как плануется выращать проблемные пытания. Гэты темы оберковались сегодня на посажении Гомельского Гарвыконкама. За минулый год колькасть зворотов, які поступили у Гарвыконкамы администрации районов города, знизилась. Мелико вага надавалася выращению проблемных пытаний у яшэ до того, як и они поступали от гомельчан. Попережение зворотов застанется праоритетным напрямком в дейності и у гэтым годзе. Основные намагання будуси накерованы на выращении проблемных пытаний у сферах жилево-коммунальных господарки, будавництва и утрымання дорог. Менавіта гэты и темы стабільно складаюць основны проценты у тематышной структуры зворотов. Мы апробіровали новый формат работы в рамках единых дней жилу. Это позволяет нам сегодня более качественно, более успешно разъяснять людям те новшества, которые появились и связаны с новыми образованиями в законах, нормативных актах. До інших тем. Сырйозное дорожно-транспортное здаренье отбылось у Рэджицким районе. На загородной аутодорозе неподалеку адрайцентра сотыгнулись две іншамарки. Як поведомили удяши аутоинспекции, ДТЗ отбылось зуделом автомобилю Рено и Ровер. По першопадшатковой информации, водитель опошняга, 33-годовая жанчина не саступила дорогу автомобилю, якиме управа переваги на проезд. Увы, некоудар пройшовся у меса водителя. Со шматликими пероломами ног и сотрасением головного мозга потерпелую шпитализовали. Прыгэтым супрацонникам МНС пришлось вызволятие спадшкодженого ауто. Скорее всего, по предварительным причинам усматривается нарушение правил дорожки с бежей стороны девушки-водителя автомобиля Рено. Было светлое время суток, мокрый асфальт, дорожные знаки установлены, соответствующие в боях водителей. Все в порядке в соответствии с законодательством документов. На автомобиле водительские взяты биологические объекты на установление физического состояния обоих водителей. В ближайшие сутки на территории Гомельской области в связи с несприяльными умовами на дворье заховается небеспешная обстановка на дорогах. У вечера махшимы туман, а ранецы гололюдится. Книгу, в якой рассказывается история створения, становления и развития гомельской милиции, презентовали сеннего Управлению внутренних справ Абл-Ваканкама. Больше як сто сторонок нового выдания охопливают вперед 17-го по 67-й годы минулого 100-годя. На сушасной мове гэта гистарышный бестселлер, заснованный на реальных фактах, штудённой работы гомельских правоохолников. Витальд Оуге с подробязностями. Аутар книги Александр Некрашевич, полковник милиции у запасе. Службы у правоохолных органах ён пачоу 1980-м годзе. Прайшоу шлях ад милиционера патрульно-пастовой службы да намесника начальника управления внутренних справ. Шмат, які фото и документы, штоу вайшлі у книгу, ранее николі не публяковаліся. Махчыма гистарышных адкрытиў, гэтае факты не абяцаюць, алеш добра дапаўняюць картіну зюсім непростага минулага. Тут і бандэтызм пірыэду грамадзянскай вайны, наступны голадды разруха, вялікая айчынная вайна іскладаный пасляваэнны пірыэт. Абразьба за право парадок бязконцая, і ў ёй сваі гэроі. Ми, изданням ці книги, преследували також цели продвіння і увековечування пам'яти сотрудників органів внутрінних дел, погибших при исполнении служебного дуга. Такі імена, як Чачин, Огаренко, Балахонов, Малайчук, іменами котріх названі уліцей, може біде молоде пополнення, поколення, жителі города Гомеля, може і не до конца знают, в честь кого ці улиці були названі, при каких обстоятельствах погибли ці сотрудніки. Гісторичного боку, гэта монументальний твор, які одлюстровуває становлення службы у регіоні. Нічого подобного, да гэтуль під началом управління внутрінних справ не друкавалося. Былі монографії, присвячені той, ці іншій падзій, альбой мемуары былых супрацівників. Тут же читачу представіли гісторію гомельської міліції у здымках, особых і падзіях, які зрабіли той час. Первоначальник, коли я її читав, це було сухо зложення історічних событий, повістування о тих подвігах, о тих героїчних історічних датах, які відбували. Але коли це було воплощено іменно в дані іздання, я був дуже рад, і я можу гордіться тим трудом, який був пройдувати нашими сатрудниками. Під час презентации екземплярів ідання отримали журналісты. І один з їх, за аутографом, аутара і падзякаю правлінню внутрінних справ гомельська, аблбаканкама, за супрацівництва, достався корреспонденту нашій телерадиокампанію. Віталь Долгій, Михайсь Рабко, телерадиокампанія, гомель. Протягуємо выпуск. Кабінет Конфуція з'явився сьогодні у гомельськім державному університеті Мяфранциска Скарыны. Створення такої аудитори відкриває перед установою масштабні перспективи по супрацівництві з КНР. Кабінет отримає фінансовання по мере 10 тисяч доларів з боку державной канцеляри КНР по міжнародному расповсюджуванні китайської мови. А крім того, посольства КНР і канцеляри готовы продоставлять вушевно-методичну і навукову літературу, фінансоваць сумісні праекты у сфері кітаязнавства. У Китаї будуть праймаць на стажирокі беларускіх выкладшыкаў. Кабінет Конфуція обсталяваны комп'ютарной технікай і сушасными прыладами. Тут размешаны прадметы, які адлюстровуюць особливасці китайській культуры. Карціны, скрутки, музычні інструменты. У гэты аудитори будуть проходзіць заняткі, де студенты змогуць познайоміцца с культурой і традиціями поднебесной. У гэты дні у Гоміле проходзіць третій міжнародний турнір по інтелектуальних гульнях «Фавор» і він проводзіць для шкільників знавців основ християнській культурі. На урочистому відкритті турніру побывала наш корреспондент Святлана Князева. Турнір по інтелектуальних гульнях «Фавор» організований Гомельським епархіальним управлінням Білорусської православної церкви сумісно з областним палацем творчості дітей і молоді юнацтвам, клубом інтелектуальних гульнях «Білая Рысь» і отделом едукації Гомельська Гагарова-Канкама. Організатори турніру ставять перед собой задачу содзінішать моральному, духовному, інтелектуальному розвиттю молоді, поширать віду у галіні християнської культуры. Тут впевнені важна провіваць навыки праці у колективі при допомозі інтелектуально-гульнявої дійності. До речі, у гэтым годі тема гульня зв'язана з імем освітніцей Білорусі, Святой Праподобной і у Хросіні-Полоцькай. Географія удільника у турніру достатково широкая. І ось робята, які за попередні годы уже стали саправдними фаворовцями, юсь ці ті, хто у першиню за довольненням завітав на Гомільшину. Це православний конкурс, і ми часто участьюємо во многих православних конкурсах, тому нам прийшло приглашення відсюду, і ми теж рішили поучатися в цьому конкурсі. Нам дуже приємно, що з року в год у нас присоединяються нові-нові учасники. В цьому гаду із новичков – це Борисовська епархія, Мінська епархія, Старий Оскол і Суми Україна. Усяго у турніры приймаються діл 17 команд, п'ять з їх в Гомільскі. Яны паказываюць свае веды ў хресіянськай гісторы і культуры. Ключовая тема – життёй дзейнаць прападобна ў Хресіні Полыцкай. Спадарожныя – новіны православны царквы, азбука веры, устройства храма і інше питання хресіянськай тематакі. Па час 46-го адкрыця турніру керавнік місіонерськага аддела Гомільськай епархії Айтес Артемій Кривіцкій адслужу Малебін. Паслэджагу адбыласья перша гуння. За гуннявым столом керавнікі команд-удзельніц турніру. Для удзельнікаў турніру запланованы і паломніцкі день. У программе наведвання гомільськага палацава парк бага ансамбля, гомільськага філяла Веткавскага музея обласну бібліотекі імя Лініна. Светлана Князіва, Ігор Марышенко, Телерадою Кампанію Гоміль. Новини регіону, інформацію о праектах Телерадою Кампанію Гоміль ви можете знаці на нашім сайті і інтернеті па адрасі www.tvrgomil.by На гэтам випуске завершено, у студії працавала Маргарита Шабукова. Усяго добрага і до зустрічі у ефіре. Субтитрувальниця Оля Шор